Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, мне очень приятно за оказанную честь выступить перед вами. Я, с вашего позволения, сделаю такой некоторый шаг в сторону, потому что вопросы, которые обсуждаются сегодня, они носят, наверное, как-то более общий характер, а мое сообщение, оно посвящено такому более предметному, утилитарному моменту работы практического врача, врача-клинического фармаколога. В то же время это полностью в русле нашей тематики нашей сессии, потому что, собственно, элементы фармакоэкономики, безусловно, находят отражение в работе клинического фармаколога. Если немножко вернуться в историю нашей специальности, то в следующем году мы сможем опять же в период Белых ночей Петербурга отметить уже двадцатилетие этой специальности, того момента, когда она была внедрена и в которой была продекларирована та польза, которую от нее ожидали и которую, в общем-то, наверное, в определенных учреждениях и, наверное, удалось получить. Собственно говоря, когда эта специальность была введена и некоторые учреждения ее начали как-то воплощать в жизнь, собственно, в Санкт-Петербурге в городском клиническом онкологическом диспансере был организован сначала кабинет клинической фармакологии, потом отделение клинической фармакологии, ваш покорный слуга некоторое время этим занимался. И в 2003 году эта специальность она была определенным образом предметно детализирована, в ней появились определенные регламентирующие моменты и, в частности, одним из пунктов следующего приказа Министерства здравоохранения было проведение АБЦВН-анализа и доведение его результатов до сведений руководства. Я думаю, что аудитория на сегодняшний день предметно подготовленная, но, тем не менее, что такое АБЦВН-анализ? Это, по сути дела, оценка структуры расходов в данной ситуации на лекарственные средства путем их разделения на три группы по соотношению их стоимости и значимости для здоровья за определенный период и соотнесение этих результатов между собой. Была предпринята попытка понять, ну вот, хорошо, мы посчитаем это все, оценим эту значимость, и что это нам даст. Когда был проведен вот такой вот анализ за 2009-2010 год, и было выяснено, что из использовавшихся химиотерапевтических лекарственных средств распределение из них по стоимости выглядело вот следующим образом. 35% это были, ну, более 30, так скажем, процентов это препараты группы А, 20% препаратов группы С, но это по номенклатуре, а не по стоимости, да. А вот по стоимости они распределились тем образом, которым мы должны были распределиться по правилам, значит, порядка 80% это препараты группы А и 15-16% препаратов группы В. Распределение их по АБЦВН выглядело, в общем-то, тоже соответствующим образом. Практически все препараты, использующиеся для химиотерапии, безусловно, относятся к категории жизненно важных. Но, когда стали анализировать все-таки эту структуру предметно, было определено, в том, что, так скажем, ведущие места в первой пятерке занимают препараты поклитоксела, доцитоксела и оксалиплатина, причем они устойчиво как бы занимали эти первые места в оба исследуемых года. И, соответственно, когда стали анализировать, куда они применялись, в каких нозологиях, ну, в общем, они применялись в первую очередь, это для лечения колоректального рака и рака молочной железы. И тогда, в общем, появилась идея, появилось желание, и была проделана определенная работа с целью выяснить, что же, собственно говоря, в структуре этих самих препаратов, каким образом они распределялись уже по своим торговым наименованиям, как они были эквивалентны терапевтически и была ли эта эквивалентность в чью пользу. В частности, когда были проанализированы торговые наименования использовавшихся препаратов оксалиплатина, мы выяснили, что вроде бы утилитарно более дешевый препарат экзорум и с первой точки зрения наиболее, так скажем, приемлемый, потому что на него требуется расходовать меньше денег, потребовал, в общем-то, серьезных расходов на ликвидацию нежелательных реакций, которые он вызывает, и удлинил сроки госпитализации. Когда стали сравнивать дополнительный эффект, полученный при анализе инкрементального анализ был проведен, выяснилось, что порог готовности общества платить позволяет на сегодняшний день использовать оригинальный препарат, и исследование его сравнительной эффективности показало преимущество оригинального препарата. Та же самая ситуация была отмечена и с препаратом доцитоксил, а с препаратом паклитоксил ситуация была немножко иной, потому что неоригинальный препарат, но тем не менее, к сожалению, тоже импортного производства вышел на первое место. Когда все это было посчитано и проанализировано, у нас сложилось впечатление, что АБЦВН-анализ на самом деле, помимо того, что он позволял определить структуру расходов и значимость тех или иных препаратов, он позволяет по большому счету выявить лекарственное средство, занимающее основное место в структуре расходов, а за этим выявить те заболевания, которые те нозологии, которые занимают эти места ведущие, а также проводить исследование в дальнейшем сравнительной эффективности или терапевтической эквивалентности уже торговых наименований выявленных лекарственных средств. Ну и помимо этого он может позволять проводить анализ эффективности затрат выявленных средств с учетом коэффициентов эффективности дополнительных затрат. Вот собственно к таким выводам в конечном итоге мы пришли используя вроде бы достаточно простой механизм и думаем что с точки зрения организаторов здравоохранения и с точки зрения наверное кредита распорядителей использование в общем-то достаточно простого инструмента оно позволяет делать достаточно масштабные так скажем и интересные какие-то дальнейшие аналитические выводы ну вот собственно наверное все мое сообщение оно касается как вы видите позволяет ответить на вопрос нужен ли этот анализ и какая от него польза с моей точки зрения достаточно очевидно спасибо спасибо большое скажите пожалуйста Андрей Владиславович а с вашей точки зрения кто этот анализ должен проводить это должен проводить клинический фармаколог или там фармакоэкономист каждом конкретном учреждении исходя из особенностей назначения тех или иных препаратов в данном учреждении или это должны делать крупные масштабные исследования для всей страны которые могли бы годиться спасибо за вопрос я полагаю что здесь нет ограничений каких бы то ни было тем более есть точка зрения у каждого конкретного руководителя в данной ситуации поскольку это ему нужно принимать решение в конечном итоге на что он будет расходовать свой в общем-то достаточно ограниченный бюджет тем не менее эта проблема масштабируется и с моей точки зрения безусловно помимо так скажем локального уровня существует необходимость и возможность такого рода анализ и такого рода исследования проводить на уровне и региона и федерации субъектов это вполне возможно что не будет между собой коррелировать но тем не менее как бы в каждом регионе у вас появится та картина которую можно так или иначе модифицировать в зависимости от того как там наполняется бюджет из каких источников финансируется субтитры